Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наш эфир продолжает программой интервью и сейчас на прямой связи с нами руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Геннадьевна Романова. Добрый день, Татьяна Геннадьевна! Добрый день, Марина! 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 Поэтому мы говорим маски, контакт на бытовой путь, поэтому мы говорим перчатки, кожные антисептики, поэтому мы говорим дистанция, поэтому мы говорим дезинфекция. Я по вашему такому настрою чувствую, что вы призываете людей все-таки действительно соблюдать те правила, которые предписывают и врачи, и наши власти, да? Потому что, видимо, сейчас вас это не совсем устраивает. Мои призывы продиктованы исключительно тем, что мы видим по результатам фиксируемой заболеваемости и мы видим по итогам эпидемиологических расследований очагов. Ведь дело в том, что эпидемиология – это наука очень точная, и если мы говорим о том, что нужно исключить социальные контакты максимально, эта уверенность основана на тех очагах заболеваемости, которые мы вынуждены расследовать. У нас огромное количество семейных очагов, огромное, просто для нашей республики очень много, 149 на сегодняшний день, и мы видим, что контакты эти семейные не ограничиваются одним адресом. Это говорит о том, что семьи продолжают очень активно, плотно общаться по другим адресам, даже по другим населенным пунктам, и эти связи, они не переходят в режим видеосвязи, как мы рекомендуем. Потому что сейчас время такое, что у нас один общий враг – это вирус. И он, как я всегда говорю, не зависит от размера вашего кабинета или от ширины лампасов на ваших брюках. Вирус, он цепляет там, где видят отсутствие защиты, ему нужна незащищенная слизистая. Если человек с человеком общается, а один из них – носитель, и они не используют такую простую меру защиты барьерную, как маски, то он будет дальше распространяться между членами семьи, между членами коллективов. И сейчас все больше и больше мы видим заносы в коллективы, все больше и больше мы видим распространение вирусов в коллективы. Хотя любой занос в любую семью, в любой коллектив можно предотвратить, используя вот те методы защиты и те рекомендации, которые основаны именно на знании особенностей этого вируса. В мае были возобновлены авиарейсы, воздушное сообщение в том числе с Москвой, где это самый пострадавший регион в нашей стране. Вот как все-таки там будет усилен контроль и наоборот, не будет ли это способствовать росту заболеваемости, когда к нам будут прибывать жители других регионов? Да, Марина, очень хороший вопрос. И хотелось бы, чтобы мой ответ услышали люди, которые планируют поездки, которые собираются принимать гостей из Москвы. Мы по-прежнему стоим в аэропорту, мы по-прежнему встречаем всех прилетевших из Москвы. И все лица, прибывающие из Москвы, обязаны пройти 14-дневный карантин, изоляцию. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что у нас очень высокий уровень заболеваемости, но в Москве он в 8 раз превышает наш уровень. Поэтому мы обязаны предусматривать профилактические меры. Это относится и Москвы, это относится и Санкт-Петербурга. Если нет возможности изолироваться в домашних условиях, есть возможность изолироваться в условиях обсерватора. Но если есть такая возможность, пожалуйста, скорректируйте свои планы на поездку в любые субъекты, в любые регионы. Потому что ситуация очень нестабильная. Сейчас Москва уходит, она выходит из эпид-процесса, заболеваемость существенно снижается. Но вот субъекты, которые находятся ближе к Дальнему Востоку, в том числе Сибирского федерального округа, мы еще только в самом разгаре событий. Поэтому сюда нельзя заезжать и заходить просто так. Здесь не вольница, здесь те же противоэпидемические мероприятия, те же упредительные мероприятия. И мы не отличаемся ничем от такого же московского региона мероприятиями, которые способствуют защите населения. Это прежде всего изоляция возможного источника заболевания. Уж больного это однозначно, контактных это в первую очередь. И не зря у нас все больные, все контактные, они обследуются лабораторно. Кстати, лабораторно, контактные обследуются на 8-10 день. Все абсолютно. И у нас наступило... Да, да, да. У нас наступило календарное лето. Все-таки к чему готовятся жителям республики вот насчет открытия турбаз и насчет открытия детских лагерей отдыха? Это будет или нет? Я думаю, что будет весь вопрос, когда. Вот у нас существует три этапа снятия ограничительных мероприятий. Турбазы, пляжные сезоны и все остальные меры, которые связаны с летом неразрывно. Это третий этап развития событий. Когда коэффициент распространения у нас не будет подниматься выше 0,5. То есть, я вам говорила, за четыре последних дня к предыдущим их отношения не выше 0,5. Вот тогда мы будем говорить о дальнейших послабляющих мероприятиях. Поэтому в наших с вами руках, в руках каждого жителя города, села нашей республики, чем ближе мы будем к маскам, к перчаткам, к кожным антисептикам, научимся жить в этих условиях. Значит, будем и отдыхать без масок, будем и загорать, будем на базах отдыха. Я очень надеюсь, что это случится. Но это случится только при наших совместных усилиях. Марина. Татьяна Геннадьевна, все-таки в завершение можете нам все-таки однозначно сказать, в ближайшее время вы будете рекомендовать продолжение вот этих ограничительных мер? Или мы уже можем надеяться на то, что мы будем переходить к следующему этапу послаблений? Вот до 14 июня, по-моему, сейчас у нас действует текущий режим. Марина, до 14 июня, да, главой региона принято решение о продлении режима самоизоляции. Но самоизоляция – это исключение излишних социальных контактов. Разрешено же гулять по одному человеку, спортом заниматься. Да, у нас вообще город как будто вернулся к прежней жизни. Мне кажется, даже люди и забыли о том, что есть какие-то требования на самом деле. Вот, к сожалению, мы видим те же самые процессы. Поэтому говорить о том, когда я не беру из себя ответственность, потому что все зависит от нас. И все зависит от тех цифр, которые будут диктоваться, исходя из заболеваемости. То есть будет заболеваемость – будут продолжаться ограничения. Будет снижаться заболеваемость – будут послабления. Поэтому, еще раз, не мы противники, противники и пособники – те лица, которые игнорируют повязки, игнорируют перчатки и игнорируют социальное дистанцирование. Вот такой мой заключительный анонс. Да, хорошо. Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Но я желаю вам сил и, в общем, исправиться со всей этой ситуацией, всей нашей службе. И надеюсь, что еще раз встретимся с вами и услышим от вас дальнейшее разъяснение. Спасибо. Обязательно. Это не реклама И не пропаганда Это новости Новости, которые ты смотришь Новости 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 Новости